Культфьюжн 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 Лео летал на качели. Он с детства приучал, чтобы я с ним рядом сидела, и он это разрешал. Джойко ходил по канату, по буму, хируэты делал, всевозможные трюки. Рокодил Нильский работает у нас с открытой пастью на манеже и удивляет народу. Тверичане гости города смогут отправиться в космическое путешествие уже в предстоящие выходные мероприятия без возрастных ограничений. А сейчас арт-директор киноконцертного зала «Панорама» Светлана Шепет расскажет о предстоящих премьерах на сцене ККЗ. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу рассказать вам о следующих наших проектах нашей музыкальной осени в киноконцертном зале «Панорама». Вот уже совсем скоро, 8 ноября, нам с вами предстоит встреча с одним из самых известных камерных оркестров мира. Это Московский камерный оркестр «Московская камерата». В прошлом году наши зрители уже имели возможность слышать этот оркестр, были только в положительные впечатления. И вот в этом году, 8 ноября, снова на сцене киноконцертного зала «Панорама» камерный оркестр «Московская камерата». И солисты-вокалисты филармонического отделения «Москонцерта». Программа называется «Кругосветное путешествие». И мы с вами отправимся в кругосветное путешествие с оркестром. Где нам предоставится замечательная возможность услышать произведения композиторов разных стран и континентов. Окунуться и на север, и на юг нашего земного шара. Билеты еще есть в продаже. Информацию можно уточнить по телефону 300 033, либо на сайте panorama.ru. До встречи в киноконцертном зале «Панорама». А уже на следующий день, 9 ноября, мы приглашаем людей совсем другого вкуса и других музыкальных предпочтений. На нашей сцене будет Алена Свиридова со своим коллективом. Концерт акустический, безусловно, достоин внимания. Алена Свиридова – это популярная артистка, песни которой давно любимы миллионами слушателей. Ее репертуар включает в себя множество настоящих хитов, и эта певица уже давно не нуждается в представлении. Наша героиня не раз получала премию «Золотой граммофон». Пробовала себя в новом амплуа, представ перед зрителями в качестве ведущей реалити-шоу «Гарем», которое было очень популярно. Алена Свиридова – российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая, член Союза писателей Российской Федерации, заслуженная артистка Российской Федерации, одна из самых стильных звезд отечественного шоу-бизнеса. Она была и есть популярная певица. Ее песни давно любимы миллионами слушателей. Кажется, уже нечем удивить поклонников, а нет. Свиридова становится одной из самых ярких участниц популярного телевизионного шоу «Три аккорда». Алена Свиридова просто всех очаровала. И вновь лучшие хиты и стопроцентные шлягеры. И в этом нам предстоит убедиться 9 ноября в 18 часов в киноконцертном зале «Панорама». Билеты еще есть в продаже. Информация по телефону 300-033 и на сайте panorama.defistvir.ru. Наша музыкальная осень продолжается. И теперь она продолжается вместе с Олегом Газмановым, с его замечательной программой и туром по всей стране «Жить так жить». 50 лет на сцене. И 11 ноября мы ждем вас в киноконцертном зале «Панорама» на встречу с Олегом Газмановым и его шикарным, замечательным и неунывающим коллективом. Олег Газманов – поэт, певец, композитор, народный и заслуженный артист России, кавалер орденов за заслуги перед Отечеством, четвертой степени и ордена почета, многократный обладатель российских музыкальных премий, лауреат фестивалей и конкурсов, самых престижных как в России, так и в Европе. Многие песни Олега Газманова стали народными, их знают и поют несколько поколений. Репертуар поражает своим тематическим разнообразием. От лирики до веселых танцевальных песен, до глубоко патриотических, гражданственных произведений. При этом поэтическим образом и артистическому дару большое количество его песен получили долгую жизнь и стали поистине всенародно любимыми. «Эскадрон», «Офицеры», «Есаул», «Москва», «Мама», «Сделан в СССР», «Мой храм», «Единственное», «Мои ясные дни», «Морячка», «Свежий ветер» и многие-многие другие. Невероятная энергетика на концертах Олега Газманова настолько сильна, что с первой песни в зале возникает неповторимая атмосфера. А его общение со зрителями дарит массу позитивных и незабываемых эмоций. Каждый концерт не похож на остальные. Зрителям не придется скучать, так как в голове Олега эскадрон его новых идей и мыслей шальных. Итак, музыкальная осень в киноконцертном зале «Панорама» в самом разгаре. Мы ждем любителей разных стилей и жанров. Информацию о наших проектах можно узнать по телефону 300 033 на сайте panorama.defis.ru. А мне хочется напомнить известные всем слова Джона Леннона, что время, проведенное с удовольствием, не потрачено напрасно. И от себя добавить в киноконцертном зале «Панорама». До новых встреч! Сейчас я расскажу о новинках в мире кино на этой неделе. Наша специальная рубрика. Смотрите прямо сейчас. Прошло 20 лет после событий судного дня. Обещанный апокалипсис не наступил, но из будущего продолжают прибывать терминаторы, роботы-убийцы. На сей раз одного из них отправили убить мексиканку Дани. Мы с моим сыном Джоном предотвратили судный день. Спасли 3 миллиарда жизней. Такое резюме устроит. Не устроит. Теперь Сара Коннор встает на ее защиту вместе с новоявленной героиней из будущего Грейс, которая является идеальным солдатом. Сара превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное – это не дать им добраться до Джона. Но теперь появилось здание Ромас, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс – смесь человека и машины. Человечество дорого заплатило за технический прогресс, поставив под угрозу свое выживание. Пришло время покончить с войной между машинами и людьми. Возрастное ограничение новой картины 16+. Заказ и бронирование билетов на фантастический боевик в ККЗ «Панорама» по телефону 300-033 или на сайте panorama.defestver.ru Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама считает, что черный свет самый яркий. У детей кладбище – любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару капель яда перед сном. Вы все еще думаете, что ваши родственники страны? Знакомьтесь, семейка Адамс. Весь так сладенько, что аж тошнит. Так странно. Паксли, не жадничай. Этот джентльмен тоже хочет пить. Адамсы по-прежнему не изменяют своим традициям и по-своему наслаждаются жизнью. Но однажды все переворачивается с ног на голову, когда на пороге их дома объявляется надоедливая телеведущая. История крутится вокруг ТВ-знаменитости, которая пытается построить в городке Адамсов счастливое прекрасное общество. Такое общество, где фрикам не место. Разумеется, сами Адамсы с такой концепцией мира не согласны совершенно. Картина рекомендована к просмотру. Фильм в жанре фэнтези является продолжением картины 2014 года Малефицента. Также лента сохранила свой звездный состав. Прошло уже несколько лет с тех пор, как Малефицента заколдовала юную принцессу Аврору, наложив на нее злые чары. Однако темная фея сама смогла отменить свое колдовство, после чего они сильно сблизились с девушкой. Теперь ей предстоит стать настоящей королевой, хотя народ сомневается в ее способностях и возможностях, что сильно ранит белокурую героиню. Любовь – это источник нескончаемых бед. Поверь мне, наша будет другой. А в это же самое время в волшебный лес проникает настоящее зло. Оно не щадит никого на своем пути и намерено уничтожить лес полностью вместе с его диковинными обитателями. Когда ситуация вышла из-под контроля, Малефицента предлагает девушке снова объединиться в борьбе с коварным врагом. Вместе им предстоит противостоять натиску сильного противника, иначе природа и все жители топких болот погибнут. А следом та же участь ожидает и жителей королевства. Так, так. Осторожность лишней не бывает. Здрастная! Ты не такая, я знаю. Ты совершенно не знаешь меня. Смогут ли героини снова пройти очередное испытание? Или темная фея, переродившаяся и полюбив девочку искренней любовью, теперь слишком уязвима для нечистой силы? Ответы на эти вопросы узнаете, посмотрев картину, которая с 17 сентября стартовала в прокате на большом экране в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Заказ и бронирование билетов на сеанс по телефону 300 033 или на сайте panoramadefistver.ru Возрастное ограничение картины 6+. На этом наш выпуск подошел к концу. Увидимся в следующей программе. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!